Привет! Как дела? Сегодня в продолжении моего рассказа о первом путешествии Галопом по Европам я расскажу про Париж. Напомню, что я зачитываю свои рассказы из вот этого журнала, который я вела на тот момент, где описывала все свои приключения по Европе. Итак, поехали! Увидеть Париж и умереть это не для меня. Мы приехали в Париж около 12 часов, расположились в гостинице, которая называлась Кампанель, и сходили в близлежащий супермаркет под названием Ашан. На тот момент в России еще не существовало таких магазинов, и это было для нас что-то новенькое. Впервые оказаться в зарубежном супермаркете у нас разбегались глаза, море товаров. Но мы купили некоторую еду, перекусили, передохнули и поехали в центр на метро. У меня до сих пор сохранился билетик. Первый раз в зарубежном метро было интересно путешествовать, но так как я была с группой, я знала как и что, а вот обратно мы уже добирались кое-как. Ну, разобрались, в конце концов, доехали обратно до отеля сами. Итак, первая достопримечательность, которую мы посетили, был Лувр. Вход туда стоил в 2003 году 5 евро. И за два часа, что нам дали на его освоение, мы успели насладиться великими мировыми шедеврами. Конечно, если говорить о Лувре, то в первую очередь это Джокондо Леонардо да Винчи. Около этой загадочной картины никогда не прекращается поток людей. Все хотят посмотреть на одно из лучших творений великого мастера. Много знаменитых античных скульптур собрано в этом мировом музее. Венера Милосская, Ника Самофракийская, Давид, Артемида. О каждой из этих скульптур нам много рассказывали на уроке МХК, Мировая художественная культура. И около своих любимых знаменитых статуях я пыталась выстроить такую же фигуру и сфотографироваться на их фоне. После Лувра мы направились к еще одной из знаменитых достопримечательностей Парижа. Это Эфелева башня. Высота ее составляет 300 метров, а если прибавить антенну со шпилем, то все 324. Она считается одной из высочайших зданий конструкций в мире. Ну, на тот момент считалось. Но меня она почему-то не впечатлила на подвиги, и поэтому я не полезла наверх. Не хотелось терять уйму времени, чтобы выстоять такую длиннющую очередь. Тогда очереди, чтобы подняться на Эфелеву башню, были часовые. Зато рядом с башней я чуть не вышла замуж. Пока я смотрела сувениры в близстоящем киоске, туда подошел полицейский с собакой и о чем-то говорил с продавцом. Ротфеллер мило сидел рядом и наблюдал за порядком. Я погладила собаку, что-то ласковое сказала, я же люблю всех собак на свете. Собаке понравилось, и ее хозяину, видимо, тоже. Он что-то стал говорить по-французски, а я не по-ниме. Он взял мою левую руку, показал на безымянный палец и что-то промычал. Я сначала не поняла, что он хочет, а потом дошло. В Европе обручальные кольца носят на левой руке. А так как у меня его не было, значит, я не замужем. Он напел что-то похожее на марш Мендельсона. Я промычала ему в ответ более внятно, так как у меня все-таки есть музыкальное образование. Он заулыбался и сказал «Си!» Бабушка Аня, которая стояла рядом, сказала «Да-да, отдаю!» Я помню этот момент. Он так был счастлив, взял меня под руку. Ну все, поженились. Сделали на память свадебное фото. На том и разошлись. На следующий день мы на нашем автобусе поехали в обзорную экскурсию по городу. Заехали в музей парфюмерии Фрагонарт, где нам поведали из чего и как делаются духи. Оказывается, 1 литр розового масла получается из целой тонны лепестков роз. Еще нам рассказали, как отличить туалетную и парфюмированную воду от настоящих духов. В туалетной воде содержится 15% экстракта масел, остальное спирт с водой. И на упаковке ее можно распознать по надписи «Эо де туалет». В парфюмированной воде «Эо де парфюм» содержится 30-40% масла, а вот самыми дорогими считаются духи под названием «Парфюм». Около 70-80% масла. Затем все приобрели себе оригинальные золотые флакончики с духами знаменитой французской фирмы Фрагонарт. И я была не исключением. За 16 евро приобрела 15-миллиграммовый флакончик духов в парфюм под названием «Ночная красавица». Нам рассказали, что на основе этих духов знаменитые фирмы делают свои ароматы, добавляя в них еще 1-2 ингредиента. Мне показалось, что «Ночная красавица» очень похожа на мои любимые духи Кристиан Диор – «Жадо». Оказалось, что именно на основе этого аромата они и производятся. Кстати, у парфюма действительно дольше держится запах и хватает на больший срок. Я своей «Ночной красавицей» полтора года пользовалась. После музея духов мы отправились в незабываемое путешествие в страну сказок и грез под названием «Диснейленд». Вход туда стоил 36 евро, а трансфер 10. Первым моим впечатлением оказался дворец привидений, в который мы отстояли огромную очередь. Но оно того стоило. Нас, человек 20, запустили в какое-то небольшое помещение и закрыли. Вместе с этим выключился свет. Нам стали рассказывать какую-то страшную историю на французском языке. Ну, мы, конечно, ничего не понимали, но нагнетался такой ужас. И стены начали подниматься вверх, пол стал вибрировать под нами. Оказалось, мы находились в лифте и куда-то ехали. Через некоторое время на противоположной стороне от входа двери вновь открылись, включился свет. Все вышли и оказались в холле, где находилась огромная лестница с большущей люстрой, сплошь укрытая паутиной. Было впечатление, что ты находишься в каком-то старинном обветшалом замке. Ну, и так как обстановка была такая напряженная, музыка ужасающая играла. И нас посадили в какие-то тележки, которые потом, по идее, как в качестве поезда проезжала по этому замку с привидениями. И когда мы сели в тележку с другой стороны от Ани, кто-то дернул ее за плечо и напугал. И она так завизжала, что все аж оглянулись. Это был человек, который проверял, как качественно застегнутые ремни безопасности в этой тележке. И вот мы поехали по этому замку, сплошь усеянному скелетами, черепами, говорящими головами и другими ужастиками. Проехали мимо зала, где за обеденным столом мирно ужинали привидения, а некоторые даже танцевали. Не знаю как, но это были реально привидения. Видимо, какие-то голограммы танцевали и ели за столом. Для меня это вот оставило неизгладимое впечатление. До сих пор не могу понять, как это все сделано так, что как будто бы реально картинки из воздуха составлялись. И вот они там танцевали, вальсировали, что-то изображали. В общем, до сих пор я под впечатлением от этого замка с призраками. Потом мы проезжали по какой-то пещере, в зеркалах которой были наши отражения. А над ними, на наших сиденьях взгромоздились черти с красными такими глазами. Когда мы обернулись, чтобы посмотреть, что же это там над нами нависает, мы не увидели никаких чертей сзади. А в зеркалах они вновь отразились. Тоже непонятно, как это все было сделано. Мы едем, видим себя, сзади нас как бы присутствуют в отражении черти, а мы их не увидели вживую над нами. В общем, они подмигивали нам своими дьявольскими глазками. Было не по себе. Все действие сопровождалось соответствующей музыкой и звуками, что создавало полное впечатление реальности. Наконец, нас выпустили на свободу, и мы направились к самым крутым горкам. Но стоять бесконечной очереди не хотелось, поэтому мы вспомнили присказку нашего экскурсовода. Если не хотите стоять очередь, выбейте себе билетик на аттракцион в определенное время. Фаст трек это называется. И подходите без очереди к этому времени. Мы выбили пару билетов, по которым должны были вернуться на эти горки через полтора часа. И пошли гулять дальше. Прошлись по канатной дороге над водопадом, полазили по пещере в виде черепа, залезли на корабль пиратов и попали в логово карибских пиратов. Затем сели в гондолу и поплыли на ней, очутившись в знаменитом итальянском городе Венеция. Здесь по берегам со всех сторон проходили какие-то действия. Кто-то пел, кто-то пил, собака гавкала, петухку корекала, кузнец что-то ковал, погонщик гнал стадо. Было весело. Под конец наша гондола резко спустилась вниз, обрызгав нас водой. Вскоре мы вернулись и прошли по нашему билетику без очередей на аттракцион под названием Индиана Джонс. Это самая крутая в Диснейленде горка из всех имеющихся. Ну, мы называем ее американские горки, а американцы называют ее русскими горками. В тележке, пристегнутые ремнями безопасности, мы совершали виражи с невероятной скоростью. Прибыв на конечный пункт назначения, мы были чуть в сознании. Осталось только сообразить, как выйти. Но нам сказали сидеть. Еще раз у всех проверили ремни, и мы покатились обратно, задом наперед. Тут уже вообще ничего не понимаешь. Я просто закрыла глаза и подумала, будь что будет. Когда наш транспорт остановился, я долго пыталась сфокусировать в одну точку всех своих птичек, которые летали вокруг меня. Когда я вышла из вагончика, земля ушла из-под ног. Аня сказала, что я вся зеленая. Но она тоже была такого же цвета. Мы немного отошли от Индиана Джонс, погуляв по парку. Зашли в несколько сувенирных магазинчиков, где я купила себе вот такой вот синий прозрачный стакан с Диснейленда и Мини Мауса. И затем мы направились к русским горкам. Тоже без очереди по заранее выбитым билетикам мы сели в вагончик поезда и покатили по горам и скалам на небольшой скорости. После Индианы Джонс этот аттракцион был спокойным и веселым. Мы проезжали под водопадами, забирались на отвесные скалы, колесили по мостам и смотрели свысока на весь Диснейленд. Затем мы пошли в другую часть Диснейленда, покатались за рулем на автокартс, слетали в космос вместе с нашим пилотом, роботом номер пять из кинофильма «Короткое замыкание» на аттракционе Star Galaxy. Тут мы встретили двух ребят из нашего автобуса, Сергея из Тольятти и Дениса из Москвы, и они уговорили нас испытать аттракцион под названием «Ракета» или «Пушка». Это наподобие Индианы Джонс, только полет был намного приятнее и пролегал он сквозь планеты и звезды. Затем мы с мальчишками сели на обзорный паровозик, решили проехать вокруг парка и посмотреть весь Диснейленд. Не такой уж он большой, как нам показалось попервой, хотя мы еще не были во второй его части, посвященной кино, где обычно под вечер проходят парады знаменитых мультперсонажей, но, к сожалению, в это время нам уже надо было вернуться в Париж, сесть в свой автобус. И на этом, в принципе, наше знакомство с Диснейлендом, в частности, и с Францией, в общем, закончилось. И мы отправились дальше в Голландию, о которой я расскажу вам в следующий раз. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Вот таким вот было наше путешествие в Париж. Честно говоря, Париж мне не очень зашел. Как-то не сложилась у меня любовь к этому городу, хотя я ожидала от него многое. Ни в первый раз, ни во второй, увидев Париж, я не умерла. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч!